ДВХАП.РУ Получилось так, что прошли выборы. Мы, конечно, у себя в области заявили, мы не считаем их справедливыми, честными. Потому что давали возможность только на одной фигуре появляться на телевидении за дня в день. Ну, вдруг появились вот эти вот инициативы, мы их считаем антинародными, потому что пенсию женщин 8 лет добавить, мужчинам, значит, ну, может, чиновники и могут дожить некоторые, но мы же видим, сколько людей умирает у нас до срока. Мы считаем, что это было сделано для того, чтобы уменьшить расходы государства на людей. Получается, олигархам помогаем во всех делах, которые получают некоторые бешеные деньги. А вот народу, конечно, мы понимаем, что если и сейчас безработица немаленькая, то она увеличится, а пожилому человеку устроиться, когда 60, там, и больше лет, ну, практически невозможно, потому что мы видим, молодые не могут найти некоторую работу. Если 5 миллионов у нас пенсионеров будет еще добавиться, это, конечно, обострение на рынке труда, безработица будет больше, будет, значит, стравливание поколений, потому что молодому надо работать, а старик, если не на пенсии, он что, с голодом, он прожил всю жизнь, проработал, значит, в основном это подходят люди, которые советского периода, а сейчас потом будут голодать. У нас, значит, митинг, организаторами митинга будет «Справедливая Россия», вот партия, жириновцы дали согласие, значит, дал согласие председатель союза крестьян, ЕАО, и «Дети войны». Мы хотим, во-первых, что касается пенсионеров, не трогать эту реформу в сегодняшних условиях, она только хуже. Что касается роста цен, вот вы видели, бензин увеличился, а раз бензин там или другие топливо, дизельное топливо, все это потом ляжет на себестоимость продукции. Получается, и так нищая область, одна из самых низких уровней жизни, еще хуже будет у нас, значит, поэтому мы, конечно, против. Там некоторые олигархи от жиру бесятся, значит, а люди будут голодать, ну куда?